Первый изгиб делаем, потом второй изгиб делаем, потом берем конец и глаз. Это называется узел восьмерка. Теперь, чтобы сделать петлю, чтобы зацепиться за чего-то, мы цепляемся за чего-то и потом повторяем путь веревки только в обратную сторону. То есть съемаем ее вот так вот, через все изгибы в обратную сторону, через этот изгиб, этот изгиб и последний изгиб. Потом затягиваем, со всех сторон затягиваем. И у нас получилась петля восьмерка. Это очень сильный узел, он все может выдержать человека, и падение может выдержать. Вот это самый базовый, самый важный узел, который в альпинизме используется. Используется, чтобы и веревкой к себе, к системе привязать. Вот если ты спортивным лазанием занимаешься, чтобы веревка как страховка просто. Или чтобы привязать веревку, когда ты в самую веревку лезешь тоже. Или там в кранкиру, и так далее. Сейчас мы будем привязывать ее к кресец, потому что здесь больше не к чему привязывать. Используется, что здесь больше не к чему привязывать. Как-то нормально. Можем я больше запасу дать. Делаем веревку. Один изгиб, второй изгиб у нас на тапу, сгонкаем на дом. Размеряем сгонку и ведем в обратный путь. Так, так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь добавим подушек, чтобы она не терлась. Потому что самое главное, чтобы веревка не терлась. Небо что острая. Веревка она тоже. Она же уже уязвимая. Она же сделана из материи матерчатая. Поэтому нам нужно будет, чтобы она не терлась ни по что. Ну все, это готово. Пошли вниз тогда. А там у него все эти самые. Сейчас я представляю, будет кряхтение и пыхтение в прошке. Придется еще и маты, наверное, вырезать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Плечи. Наш лифчик называется. Она используется в хорошем скалолазании, когда ты на беревке постоянно висишь. Вот здесь удобнее будет использовать лифчик, потому что вес своего тела будет распространяться равномерно на талию и на пояс и на плечи. Вот. Сейчас пока нужно демонстрируйте. Сделал. Потому что она поменьше. Потом будет болезнь. Сделал. 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 И это называется гри-гри или гречка. Это прибор, он зажимает веревку, чтобы тело не слизало вверх. У него можно и залезать наверх, и спускаться вниз. Спускаться вниз можно с помощью специального рычага, который отжимает зажим. То есть, сам по себе зажимает веревку, если находится на весу. Он зажимает берёвку, а если нажать этот рычаг, тогда он немножко частично отжимает свой хват, чтобы можно было скользить вниз. А когда мы залезаем наверх, тогда мы используем гри-гри вместе с жумаром. Жумар это вот, что у нас. Жумар он может использоваться только для лазания вверх. Для лазания вверх он не может использоваться, потому что у него есть зубья. У него есть зубья, которые тоже цепляют верёвку. Он может скользить вверх, при верёвке, а вниз он уже не идёт, потому что зубья не держат. Если не будет держать. Когда мы лезем наверх, нам приходится использовать поочерёдную нажимарь и гри-гри. То есть сначала мы ставим свой вес только на гри-гри, потом двигаем жумарь вверх, потом гри-гри-гри и так далее поочерёдно. Сначала двигаем жумарь вверх, потом гри-гри вверх и так далее. Сейчас я это нацеплю. Наверное, из-за ветра уходит немного, плохо слышно. Возможно. Посмотрим. Есть ещё такая вещь, называется шанты. Страховочное устройство. Это тоже хорошая вещь. Но пока я самую базовую технику продемонстрирую. Этот шанты, который тоже цепляется на верёвку. Оно может скользить вниз, оно не может скользить. Чтобы скользить вниз, нужно отжать его. Отжать его можно было бы сразу же. Оно вот так вот идёт. То есть, если вот такой вот зажим находится, когда ты висишь на шанте, тогда он тянет его вниз и зажимает вверх, чтобы скользить его вниз. Чтобы дать его вниз, нужно сначала брать свой вес с шанта, потом зажать зажим вот так вот. Тогда его можно с вами проделывать. Соединю и жумарь в ригри. Потом я продемонстрирую, как можно лезть вверх. Сначала первым делом давайте включим грибри. Грибри можно подключать только когда он в открытом состоянии. Мы его отцепляем, открываем. Здесь даже нам показано, куда верхний конец пронизываем сюда вот. Потом изгиб идёт. Нижний конец сюда вот пронизываем. И закрываем его вот так. Потом можно его цепить в карабин. Закрываем карабин. Всё. Теперь мы подключены к грибри. Вы смотрите. Он идёт вверх, а внизу он уже не идёт. Я могу даже зависнуть на нём. Вот верёвка. Это называется верёвка статическая. Даже если... Хотя, даже на статической, она всё равно немножко тянется. То есть статическая означает, что она не тянется. Динамическая тянется. Если мы используем статическую, конечно, она тянется очень немножко. Вот, сейчас я боюсь на грибре. Мы стараемся на стороне. С этой верёвкой обращаться. Нужно от таких острых углов, как вот эта вот верёвка. Она может коцаться. Так что нужно стараться не тереть верёвку от острых углов, типа вот таких вот. Вот, как я сказал, чтобы спуститься вниз на грибре, нужно потянуть за рычаг. Так, тянем за рычаг. И вот он нас опускает. Надо ещё стараться смотреть, чтобы карабины всегда нагружались по длине, не по ширине. Потому что они предназначены нагружаться только по длине. То есть здесь конец, и здесь меняться. Вот так вот не рекомендуется нагружаться. Потому что так аниме не сильное. Нужно показать только вот так. Давайте я её так вот сделаю, так более безопасно. Теперь я подключу жуман. Жуман сейчас у меня подсоединён к системе на всех случаи. Во-первых, чтобы жуман не упал, если он упадёт, чтобы он здесь был подъём. Во-вторых, если что-то произойдёт с грибре, то жуман всё равно меня будет держать на верёвке. И жуман подключается вот так вот. Открываем зажим. Занизываем его. Закрываем зажим. Вот, теперь жуман подключён. Вот, теперь можно держать на верёвке. Вот, теперь у нас жумары грибре. И грибре жумар подключён. Вот, чтобы было удобно подтягиваться с жумаром, у нас здесь для ноги лямка есть. Потому что, хоть мы и силачи, даже самый силач, не сможет подтянуться на одной только руке жуманов, для этого нужно использовать ноги, чтобы помогать ещё и ногам. И нужно подтянуться и рукой на горе. Ногу мы сюда премицуем. Потом, с того, как мы проделали жуман на самом верх, мы сможем отступить на эту нямку. и подтянуться обратно. Сейчас я закрываю зажиму. Повыше, по-другому. Так, повыше. Здесь нужно отрегулировать, как легче в тело. Отставить их. Вот, чтобы, чтобы было легче подтягивать грибре, то нижний конец нужно пронизать через вот этот вот полиспас, или ролик про соморудие. Чтобы вместо того, чтобы дёргать верю вверх с конца грибре, у него можно было просто гонуть вниз. Вот, чтобы было удобнее. У нас всё, оборудование готово. Сейчас я буду демонстрирую, как лезть с помощью грибмара. Сначала, значит, наступаем на грибмар, чтобы весь наш вес распределился только на грибмар. Максимально вверх, вверх. Далее, вот это вверх. Немножко вверх, ему не надо ничего. Это просто означает, что он еще один. Маленький будет. И что в будущем можно будет видимо. Если у него будет подъездом, тогда я буду не разборачивать. Вверх и нет. Я разношу шаг. Вот, вот, вот. Потом я наступаю на петлю. И одновременно подтягиваю грибре. Вот. Это второй шаг. Теперь повторяем то же самое. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так, далее. Теперь как спускаться. Если мы, например, повисли на веревке, нужно по какой-то причине обратно спуститься. Первое дело, что мы делаем, это снимаем грибмар. И просто-напросто отжимаем зажим грибре, чтобы спуститься, чтобы он частично отжался, чтобы он выражался, чтобы можно было спуститься. И так, когда спускаешься, важно держать один конец, который вниз идет рукой. Таким образом можно регулировать скорость спуска. Чем сильнее будешь тянуть этот конец вниз, тем медленнее будет спуск. То есть, если просто не держать его, если он просто будет болтаться, тогда спуск будет самый быстрый. Одной рукой только отжимаем зажим, тогда спуск будет самый быстрый. То есть, не контролируемый спуск будет. Чтобы спуск был контролируем, нужно держать одной рукой этот конец, второй рукой отжимать. тогда спуск будет более контролируем и это все кто первый хочет попробовать попробуй сначала здесь на первом этаже потом уже потом подтягивай свой вес, виси нажимали, как можно выше, теперь подтягивай грифи, смотри, держи последний конец и подтягивай его твой первый опыт, потом будешь спускаться, как этот самый еще натяжи до конца, если грифи, то уже в принципе сложный конец а чем надо что? тебе бери свой вес с шумара и твое повесни на грифи поэтому, когда весь вес тут он сжимает, потому что у нас свободы я думаю, что это не стоит вверх он обычно работает там нога у тебя всегда может быть вверх подтягивай смотри это рука у тебя сейчас вес нажимали на грифе перевесит весь свой вес на грифе расслабься короче, просто расслабься полностью вот теперь подтягивай гриф на веру и глушь ту стену зная передач когда все neighborhoods подтягивай три Отталкиваться не о чем, он же на кой по идее должен отталкиваться от петлей? У тебя нога в общем не таки, но подтягиваться на мари, просто легче это делать. У тебя нога набирается, гораздо легче, чем просто руками подтягиваться. Хорошо, попробуй, если ты коров, попробуй встать вот в это, потому что кажется и легче будет. Вот так. Вот так. Перемаер. Вот так. Ого. Он уже высоко залез. Смотри, давай теперь сниматься. Сначала, первое дело, бери жимару, отцепи его полностью. Нет, жимару на руке, то, что ты сейчас делаешься рукой. Отцепи его вообще. Ничего страшного. Сначала расслабься, чтобы твой вес полностью на грибре сел. Чтобы жимар был свободный, отцепляй его. Вниз и не на себя. Вниз и на себя. Как это? Ты представляешь заголовки? Ну, хотя бы первые шаги уже сделаны. Вниз и на себя. Смотри, как можно погулять. Вниз и на себя. Попадут полгается. Теперь, тебе можешь пускаться на гриб. Твой вес на грибре. Твой вес на грибре. И теперь, смотри. Твой вес на грибре. Попадут полгается. Твой вес на грибре. Субтитры делал DimaTorzok Теперь ты понимаешь, почему я говорил, что если меня вытаскивать, то только с этой лебедкой?